Всем привет, с вами Портал Инсургент, мы находимся на на Мюзик Места 2018, с нами драймер группы Люмин Денис. Привет, привет. Привет, какой сцен ты сегодня представляешь, с кем? Я специально прилетел из города Уфы для того, чтобы представлять здесь двух моих друзей. Это музыкальный арсенал, с которым сотрудничаю 16 лет, и едет Цимбал, с которым мы только что начали сотрудничество. И проехав уже год, и проиграв на их железе, на их тарелках, я понял то, что у нас как бы на России что-то поменялось, и появились такие люди, которые могут предоставить такой продукт, что его даже не стыдно будет показывать людям, и не стыдно будет показывать на студии. И поэтому я прилетел специально для музыкального арсенала и для компании Эйбора. Вот на твой взгляд, когда русские наши производители музыкальных инструментов начали делать нормальное, что-то качественное? На самом деле они всегда делали нормальное, качественно, просто есть моменты, которые, выходят ли они в серийное производство или не выходят в это серийное производство. А заказать гитару можно было в России и в СССР всегда. Тебе сделают отличную гитару, ты будешь на ней играть и будешь кайфовать. По барабанам так же. Просто это не было серийного производства сейчас. Научились люди, научились компании это делать на большую аудиторию. И эти товары пользуются успехом у многих профессиональных музыкантов. Как ты думаешь, на твой взгляд, как профессиональный музыкант, что на это повлияло? Смена зарубежных брендов на наши? Это повлияло, во-первых, действительно. Компании смогли показать свою качественную продукцию. Я был долгое время индорсером иностранной фирмы, но без всяких колебаний я перешел на российскую, потому что я послушал, а мне понравился звук, мне понравилось отношение самой компании к индорсеру. Мне понравился тот момент, когда я могу во время тура позвонить и сказать, блин, ребят, извините, ну сломал тарелку, можете мне прислать новую? Да, конечно, вот тебе тарелка, ты все. И поэтому, нет, я не говорю, что иностранные компании так не делали. Делали, но дольше. И надо было убеждать, надо было что-то объяснять. Здесь, здесь, я говорю, мое новое сотрудничество, вот пока в нем никаких таких вот косяков с моей стороны, я надеюсь, и со стороны компании не было. Мы просто, как говорится, общаемся, мы, я советую им что-то, они советуют мне, я советую их другим компаниям, и вот эти две компании, с которыми я сотрудничаю. Я считаю то, что музыкальный арсенал и Децимбурс, они как бы на данном рынке российском, очень круто. Музыкальный арсенал 16 лет, уже я с ними 16 лет, они 25 лет на рынке. И того же я сейчас желаю моим новым партнерам, Дмитрию Духанову, Леше Егорову, чтобы они держали все это и было круто. Но вот на твой взгляд, наши что-то, в какой он на плане, делают лучше, чем зарубежные производители? Наши делают с душой, как говорится. Ну, наши, наши, наши люди, как минимум, делают для российского человека. Вот, ну, как бы, менталитет друг друга понятен. То, что может быть, где-то лучше, где-то хуже, всегда такое. Где-то машина лучше, где-то машина хуже, где-то... Но, еще раз я могу повторюсь, все, что сейчас я играю на каких-то тарелках, они никак не уступают. Они даже превосходят. Во-первых, а, это Россия, б, цена. Для начинающих, барабанщиков, для начинающих... Цена, качество как-то? Цена, качество. Нет. Рачество есть? Например, для сторонних, если брать иностранных, они в три раза дороже стоят. По качеству? По качеству. Вот, я говорю, такой же звук, такой же качество. Вот, что наше российское. Если брать, допустим, ту же самую таму какую-нибудь... Я не говорю, давайте я не буду называть марки. Ну, я не играю на этой... Ну, как бы, я не являюсь эндорсером этой фирмы, я являюсь эндорсером другой фирмы. Но, конечно, и те хороши, и эти хороши. У меня на суде стоит 15 лет. Установка не американская, но тоже, она когда выходила на рынок, когда выходили на рынок, тоже думали, думали. Сейчас они все известные марки, наши альбомы, на ней почти все записаны. Так что, и многие альбомы других. В общем, большое тебе спасибо. Что мы хотим пожелать нашим российским производителям музыкальных инструментов? А, хочу пожелать нашим российским производителям, чтобы выставка, вот эта вот огромная, была заполнена нашими музыкальными инструментами, нашей музыкальной продукцией. И мы могли вот так вот не открывать книжку и на английском читать, а читать на русском и читать. Сделано в России, сделано в Нижнем Новгороде, сделано в Тюмени, сделано там в Новосибирске, в Москве, в Уфе. И это было бы круто, потому что наш российский шоу-бизнес, да, он отстает от Запада, но тенденции музыки, они всегда, они, как бы, даже не тенденции, а все это начиналось с дальних, дальних, там, годов. И я желаю нашим производителям, чтобы вот здесь вот, они, как бы, их было больше, чем иностранных. Все, большое тебе спасибо, успехов в музыке.